Сегодня депутаты госсовета на сессии проголосовали за досрочное сложение полномочий Веры Скоробогатовой. С такой просьбой к парламентариям обратилась сама народная избранница. Ее место займет другой справедливоросс Илья Величко. О самых важных моментах заседания Татьяна Супряткина. Вопрос о сложении депутатских полномочий Веры Скоробогатовой на сессии стал одним из первых. Сейчас лидер справедливороссов Коми возглавляет федеральную структуру в Москве и не успевает, как сама признается, заниматься парламентской деятельностью. Но добавляет, даже вдали от республики готова лоббировать ее интересы уже в кресле чиновника. Хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы для республики выполняли. Выполняете и будете выполнять, я в этом уверен. И вручить вам знак отличия республики Коми за заслуги перед республикой Коми. Повестка сессии на этот раз оказалась весьма скромной. Всего 14 вопросов. Главный акцент снова на социальный блок. Депутаты расширили полномочия муниципалитетов по инициативе главы республики местной власти. При приобретении жилья детям-сиротам смогут выбирать покупать квартиры на вторичном рынке, либо участвовать в долевом строительстве. Подобный выбор, уверены законодатели, заметно сократит очередь на жилье для детей-сирот. Сегодня в Коми своих квартир ждет почти тысяча льготников этой категории. Есть даже решение суда о выделении квадратных метров, но выполнить их муниципалитеты не могут. Нет свободного вторичного жилья. А новое либо вовсе не строится, либо слишком дорогое. Долевое строительство позволит расплачиваться частями. У нас район уже начал это, не дожидаясь закона. То есть по общим принятым правилам долевого строительства мы начали. Мы в этом году строим два многоквартирных дома, в котором мы уже заключили договора на участие в долевом строительстве на 21 квартиру. Проплачены на сегодня подрядчику около 17 миллионов рублей. Мы ждем сейчас федеральную субвенцию для того, чтобы полностью с ними рассчитаться и к 1 ноября по договору получить эти квартиры для детей. Внесли депутаты поправки и в региональный закон о выборах. Снизили порог необходимого количества подписей для кандидатов депутата различного уровня. А тем, кто участвовал в предыдущих кампаниях и набрал более 3% голосов избирателей, подписи и вовсе собирать не придется. Впрочем, это не самостоятельное решение, а лишь требование федерального законодательства. Мы привели в соответствии с федеральным законодательством. Это два закона о выборах и о выборах главы республики Коми. И теперь следующим шагом нашим будет принятие постановления о назначении выборов в республике Коми 11 июня. После чего, можно сказать, будет, что старт выбором дан. Отныне не будет и открепительных удостоверений. Для тех, кто хочет проголосовать досрочно во всех муниципалитетах, будут открыты избирательные участки за 10 дней до официального дня голосования. На этот раз депутаты расстанутся совсем ненадолго. Следующая сессия уже через две недели, 11 июня. Это будет уже последнее перед летними каникулами заседаний. Поэтому депутатов предупредили быть всем обязательно в полном составе. Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.